Здравствуйте, с вами Олег Кофейный и рубрика ТЕСТ. В данной рубрике мы будем тестировать наши аксессуары на разные бытовые моменты, чтобы вы знали, что будет с аксессуаром после его использования в быту с максимальной нагрузкой. В данном видеообзоре будем тестировать медную турку на наружное окисление. Уверен, перед покупкой каждый задумывался, как будет выглядеть медная турка после его длительного использования в быту. Я постараюсь максимально загрузить аксессуар бытовой нагрузкой. В данном случае будем топить в воде медную турку. Думаю, всем известно, что медь после контакта с водой имеет свойство окисляться. Снаружи окисление никак не сказывается на качестве готовки кофе, но может кардинально изменить внешний вид турки. Сейчас мы постараемся повторить бытовые условия, которые приравниваются примерно к году использования турки. Для этого мы полностью погрузим медную турку в воду на трое суток. Для максимальной картины окисления достанем и оставим турку контактировать с воздухом также на трое суток. Сегодня будем тестировать на наружное окисление чеканную медную турку производства ООО «Станица». Чеканные турки производства ООО «Станица» имеют наружное никелевое покрытие, которое должно оберегать медь от окисления. Сейчас мы и проверим, как будет выглядеть турка примерно через год использования в быту. Итак, начнем. Берем лоток с обычной водой из крана, помещаем в него нашу подопытную турку на три дня и готовимся лицезреть наши первые результаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА